А сейчас мы с вами узнаем, как заменить прямое дополнение, прямое, без предлога, директ, на какое местоимение. Посмотрите. И ла тортюнь пруина. Он приносит сливу. А если мы не хотим говорить дополнение, он её приносит, мы хотим сказать. Тогда мы заменяем вот это дополнение, вот это существительное, на местоимение. Оно будет выглядеть точно так же, как выглядит определённый артикль к этому слову. И ла заменяем на ла. Так выглядит определённый артикль женского жанра. И мы ставим это местоимение перед глаголом, и тем самым делая так, что сразу видно, что это не артикль. Ведь артикль должен стоять перед существительным, а это местоимение стоит перед глаголом. Давайте так сделаем. Убираем дополнение. И вместо него ла. Из ла тоже выпадает буква а звук. Этот тоже выпадает при встрече с гласным звуком. Усекается это местоимение. Иль лапорта. Он его приносит. Это в русском языке у нас его, потому что яблоко у нас среднего рода. Иль лапорта. Я порту не банан. Получается то же самое. Иль банан тоже женского жанра. Тоже будет усекаться. Лагол тот же самый. Но в «ж» возвращается «э». «Ж» лапорта. Я его приношу. «Тю апортюн балл». Заменяем на «ла». «Тю» лапорта. Ты его приносишь. «Надин портюн робб». Тоже прямое дополнение. Надин лапорта. Надя его носит. Надя носит платье. Надя его носит. Нина портюн жюп. Нина носит юбку. Нина лапорта. Нина ее носит. Если бы было слово мужского жанра в дополнении, мы просто пока не можем взять неопределенный артикль, который нужен в этих предложениях. Но мы можем взять местоимение, на которое заменяется это слово. Оно выглядит точно так же, как определенный артикль мужского жанра. То есть «ль». Если мы берем глагол, начинающийся с гласного звука, тоже будет выпадать «э», и останется усеченный вариант местоимения. То есть «иль лапорта» здесь может быть заменено слово и женского, и мужского жанра. А вот здесь, если Надя носит какой-то предмет мужского жанра, Надин лё порт. Вот так будет выглядеть это местоимение. Давайте в этих предложениях, где есть дополнение, заменим его на местоимение. На местоимение-дополнение. Даже если точнее, местоимение-прямое дополнение. Анатоль носит галстук. Заменяем на «la». Анатоль ставим перед глаголом «la porte». Анатоль его носит. Денис смотрит на картинку. «Юннаж» заменяем на «la». Денис на неё смотрит. «Жюль лав латас». «Жюль моет чашку». Мы заменяем на «la». «Жюль лав лав». Этим дополнением может быть и одушевлённый, и неодушевлённый предмет. «Денис смотрит на Машу». «Мари» – девочка, значит, это женский жанр. Мы заменяем на «la». «Денис смотрит на Николая». «Денис смотрит на Николая». «Николай» – это мальчик. Мы заменяем на «le». «Денис смотрит на Николая». Денис на него смотрит.